итак приветствую вас дорогие друзья с вами канал неизвестный фэншуй и я дина орехова сегодня мы продолжаем тему похудения мы уже рассмотрели с вами и то что нужно учитывать возрастные особенности и то что разные причины бывают появление лишнего веса и сегодня мы поговорим о том что при выборе диеты и вообще выбора способа похудения все-таки необходимо познакомиться с собой и понять кто вы на самом деле сегодня мы кратко пробежимся по типам людей с точки зрения традиционной китайской медицины и диетологии рассматриваются пять типов людей в частности если мы говорим о женщинах то мы будем говорить что есть пять типов женщин так как я уже вам говорила что все основывается в китайской метафизики на пяти элементов соответственно и типажи такие же как эти пять элементов то есть есть у нас женщина дерево есть у нас женщина огонь есть женщина земля женщина металл женщина вода и это у нас пять совершенно разных типов соответственно у них совершенно пять различных причин появления лишнего веса это соответственно пять совершенно разных подходов и естественно будут пять и поэтому когда вы читаете диету и не понимаете вообще для какого для кого она рассчитана можно получить большой обратный эффект и который вам не даст последующим возможно вообще похудеть поэтому учет очень многих факторов при выборе диеты необходим кратенько пробежимся по типам более подробно остановимся уже на наших ближайших встречах если говорить о типе женщина дерево они сами по себе с молодости с детства до такие стройные высокие и вроде бы как им говорить о том что они занимаются всякой ерундой как лишний вес это в общем то практически не про них да они долгое время остаются стройными если не нарушают режим питания и режим дня их причина их лишнего веса кроется именно в этом то есть нарушая поедая неправильную пищу в неправильное время неправильный сезон у них начинаются определенные проблемы с лишним весом и связаны они больше с тем что неправильная пища больше всего действует на их и самый уязвивый орган это печень и так как у нас во многих диетах находятся такие злостные для печени продукты как кисломолочные и цитрусовые да то печень встает злой то есть человек вот на диете если вы видите что женщина на диете очень злая то она явно у нее либо проблемы с печенью либо она относится к элементу дерева потому что у них сразу это проявляется вот таких бурных реакций соответственно женщина дерево начинает чувствовать сразу же себя достаточно плохо и она вряд ли досидит до конца на этой диете и потом будет вас склонять по всем падежам что вы всякую фигню ей посоветовать а если говорить о женщине огонь то вот это девушка такая вся огненная вся такая яркая красивая она обязательно похудеет на любой диете почему потому что она легко зажигается идеи ее легко убедить в том что это вообще супер пупер вау класс и она может себе внушить что это действительно здорово и на этом самом внушении происходит определенный результат сколько он задержится это уже второй вопрос у нас же самое главное когда мы садимся на диету у нас самый главный вопрос номер один это похудеть что будет дальше часто в общем то мы особо и не думаем если говорить о том женщина земля вот вы знаете очень многие девушки изнуряют себя и диетами и физкультурой бог чем только себя не мучает чтобы прийти да вот каким-то определенным формам 90 60 на 90 или примерно что то такое как у подружки осиная талия и у меня чтобы такое было так вот девушки если вы относитесь к этому типу женщин у вас никогда не будет осиной талии у вас конституция такая поэтому не надо над собой издеваться дабы не привести к тому что многие диеты вас будут наоборот увеличивать весе вот такая у них конституция у этих женщин земля они очень часто многих диет наоборот полнеет почему потому что многие диеты они как раз бьют по самым уязвимым органам женщины земля это селезенка и желудок соответственно наша пища хуже усваивается да и шлаками всякими токсинами откладывается там где не надо поэтому тяжело при неправильном питании женщине земля похудеть она наоборот может поправиться если говорить о женщине металл это очень интересная песня так как они всегда неверующие они всегда плачущие у них всегда у них всегда все плохо они будут говорить о я нет это всякая ерунда и вообще я уже сидела на разных диетах и мне это ничего не помогало и вообще ничего не будет они не будут слушать ваши дома да никакие по поводу особенно если женщина огонь пришла такая вау ты не представляешь какая там классная диета это скажет да ну это там вообще опять какую-то ерунду ты меня втягиваешь и мне ничего никогда не помогает и никогда уже не поможет и может произойти чудо какой-то момент когда человек рядом с женщиной металл будет слушать не себя а будет внимательный и заботливый отдаст тепло вот этой женщине металл тогда она готова будет вас услышать потому что ее путь к похудению коррекции веса начинается с того что ее надо согреть чтобы она расположилась раз чтобы она услышала то что вы ей говорите и соответственно у нас есть женщина вода женщина вода сама по себе говорит вода вода у нее частотеки соответственно ее лишний вес это связан больше с тем что у нее излишки жидкости очень много в организме и естественно на начальном этапе многие диеты особенно белковые они оказывают такой иссушающий эффект и вроде как уйдя вот эта вода уходит и вроде как женщина становится несколько легче да по своим килограммам но здесь начинаются другие обратные эффекты и которые приводят к тому что у нее еще больше накапливаются жидкости у нее нарушается обмен веществ связанные с почками конкретно ее самый изюмый орган и впоследствии женщине очень тяжело сбросить лишний вес женщина вода это тот тип женщин когда нельзя наскоками худить когда нужно как раз по этапам когда вам говорят десять килограммов за десять дней в минусе вот задумайтесь дорогие мои а как после будет работать ваш организм если вдруг так случится что вы сбросите десять килограмм просто потом могут быть такие последствия которые состарят вас во первых лет на десять приблизят вашу старость приблизит ваш климакс и приблизит конец вашей жизни поэтому диета как я уже говорила это не одно и то же похудение это совершенно разные вещи именно диета это образ жизни и образ жизни соизмеримый исходя из того кто вы кто вы на самом деле и прежде чем выбирать свой путь к снижению веса узнавайте себя и это вам поможет сделать правильные шаги на сегодня все сегодня мы поговорили о том что есть пять типов людей в китайской медицине и диетологии и уже со вторника мы начнем конкретно говорить о каждом типе и возможно вы узнаете себя и сделаете определенные коррективы в своем движении к своей стройной фигуре на сегодня все всем пока пока с вами была я ореха водила до новых встреч